Как минимум четыре школы в Ханты-Мансийске, Сургуте и Сургутском районе и Нягоне смогут построить в округе в рамках сотрудничества правительства Югры и Единого института развития в жилищной сфере. Проекты отобраны Министерством просвещения России и имеют поддержку в виде субсидий из федерального бюджета. Застройщики и консессионеры могут рассчитывать на льготные займы. Об этом в своем телеграм-канале написал заместитель губернатора Югры Роман Генкель. Кстати, строительство школы по консессионному соглашению в Сургуте высоко оценил министр просвещения России Сергей Кравцов. Он вышел на видеосвязь с участниками общественной приемки образовательного учреждения. Оценила новое сооружение и губернатор Югры Наталья Комарова. Сюжет Леяны Киямовой. Компьютерные классы для занятий робототехникой и лингофонный кабинет. В этой современной школе общей площадью 15 тысяч квадратных метров, 5 блоков. Учебный, спортивный, медицинский, пищевой и административный. Такое сооружение в Сургуте построили для учащихся начальных классов. С 1 сентября мы принимаем 22 первых класса. Общим количеством 550 учащихся. И со второй смены у нас будут обучаться учащиеся вторые и третьи классы, которые на сегодняшний момент находятся на подвозе в трех образовательных учреждениях города, из данного микрорайона в том числе. Для занятий досуга здесь есть бассейн, спортивный зал и даже галерея болельщиков. А еще в образовательном учреждении появится духовой оркестр. Школа в рамках дополнительного образования заключила соглашение с детской школой искусств и городской филармонии. Корпус прошел общественную приемку. Еще только на подъезде, когда приезжал, смотрю, и у меня глаза это, как в песне «Оранжевое настроение». Выглядит просто круто, шикарно. Прошли все необходимые, ну то есть все прошли, посмотрели. Это действительно прям у меня как будто в детство погрузился. И большая радость за то, что детишки здесь будут заниматься очень просторно, чисто, аккуратно. Ну, все выглядит очень достойно. Эта сургутская школа первая в России построенная по концессионному соглашению. Реализацию проекта высоко оценил министр просвещения России Сергей Кравцов. Он вышел на видеосвязь с участниками общественной приемки. Договор с инвестором подписали в 2019 году. Объект ввели в эксплуатацию по графику. Концессионное соглашение, которое не потребовало висения изменений в существенные условия концессионного соглашения и по срокам, и по своемости, мы уложились в первоначальные обязательства. Опыт Югры будет транслироваться по всей стране. По поручению президента России до 2024 года в регионах должны построить 1300 школ. Они будут возведены в том числе и по концессионному соглашению. Леона Киамва, Александр Шимолин, Вести Югория, Сургут.